Всем привет! Сегодня у нас история подписчица. Зачитаю ее письмо, она ждет советов. И так что давайте приступим. Давно смотрю ваш канал, вы даете девушкам мудрые советы. Мне бы тоже хотелось получить его от вас. Постараюсь вкратце описать всю свою историю. Познакомилась с парнем турком еще в дневном возрасте. Мне было 20 лет, а ему 23. Сразу влюбилась в его внешность, поведение, манеру общения. Не буду долго вдаваться в подробности. У нас быстро завязались отношения, он стал моим первым мужчиной. Тогда мы были студентами, отношения в основном были на расстоянии. Так как возможности часто встречаться у нас не было. Общались мы 24 часа в сутки, знали друг о друге все. Через два года отношений у него появились финансовые трудности. Он сказал, что будет правильным расстаться. Мне было тогда больно, обидно, и у него была сильная депрессия. И на общение он не шел ни в какую. Так оказалось бы, закончилась история наша, но нет. Прошло два года, я закончила институт, начала работать, забыла его, отпустила от сердца. Больше не думала о нем, у меня было хорошо. Общалась с другими парнями, было несколько длительных, серьезных отношений, но чувств особых у меня никому не было. Встречалась с теми парнями, так как просто с ними было весело проводить время. Когда я понимала, что не могу забирать их время, я с ним расставалась. В один прекрасный день начал писать тот турок из прошлого. Сказал, что нашел работу, хоть и не за большую плату, и хочет возобновить отношения. Предложил приехать и попробовать наладить наши отношения. Общались мы несколько месяцев, я не решалась, да и чувства были для меня в прошлом. Настроен он был серьезно, я так чувствовала. И я не ошиблась, я приехала, жили у него дома. Осталось, кажется, на месяц, если мне не подводит память. Прошло еще два года, и мы поженились. Казалось бы, нужно радоваться, но чувства у меня к нему уже были не такие, как в самом начале отношений. Я это объясняю тем, что у меня просто пропало доверие к нему. Слишком глубоко он меня тогда ранил. Я ему говорила об этом раньше, а его это не сильно волновало. Да и я потом начала думать, что доверие у меня со временем вернется. Первый год в официальном браке прошел нормально. Не без маленьких, конечно, проблем. Второй год был уже сложнее. Он начал ко всему придираться, хлеб не туда поставила, чашка не там стоит. На меня это очень давило психологически. Все это сопровождалось его обидами и молчанием. Если раньше приходил мириться, он первый, то со временем это уже делала только я. А ему как будто все равно. Пошел третий год брака, и я начала работать. Ему, видимо, не нравилось, что я весь день на работе. Хотя мне он говорил, что я должна работать. И он начал придираться еще больше ко мне. Он заигрывал в молчанку по 2-3 месяца, и в итоге просто выгнал меня из дома. Я не хочу описывать долго всю эту мыльную оперу. Скажу только, что я увидела перед собой совсем другого человека. И это был для меня большой психологический удар. Я удивляюсь вообще, как это выдержало. После всего этого, без моих стараний, мы помирились. Мы помирились с моими стараниями. Это я отмечаю. Возможно, тут вы меня не поймете и будете правы. Просто я всегда хотела выйти замуж один раз и быть с мужем до конца жизни. Со много лет брака я привыкла к этому человеку, и для меня он стал родным, хоть вначале и казался чужим. В браке мы 5,5 лет. Периодически он играет в молчанку, обижается. То я слово какой-то не с той интонацией сказала, то не так посмотрела. Я понимаю, что это неправильно, что я постоянно бегаю вокруг него и пытаюсь помириться, когда он играет в очередную молчанку. Ну и сидеть и ждать, пока он сам подойдет, ко мне сложно. Сейчас мне 31 год, детей у нас нет. Да, и он не хочет. А я уже задумываюсь. Посоветуйте, пожалуйста, в ком из нас проблема, а может быть в обоих. Бежать от него или быть, может, я не понимаю и неправильно себя веду. Постаралась описать коротко, и если есть какие-то уточнения или вопросы, буду рада на них ответить. В общей сложности этой истории уже 10 лет. Я, знаете, как не могу давать советы бежать от него, расставаться, что в чем, какая проблема. Выйти выводы давайте будете делать сами. Я просто вам хочу объяснить механизм, что с вами происходит, с вашими отношениями. Какой у вас супруг, что может быть, что есть сейчас, а вы уже сами будете принимать решение. И девочки в комментариях, подписчицы вам напишут, скорее всего. Давайте на них, скажем так, приложим эту ответственность по поводу совета, как поступать. А я просто расскажу, и из моих выводов девочки дадут вам совет. Смотрите, все довольно-таки просто. Первый камень преткновения – это предательство, потому что он вас предал. Из-за финансовых проблем своих, личных комплексов он с вами расстался. И как бы казалось, то фарш обратно прокрутить уже нельзя. Да, лучше бы, конечно, было тогда не вступать в эти отношения. Как видите, результат вот такой не счастливый, а просто есть брак, есть то, и у нас какие-то проблемы в отношениях. По поводу супруга, выстревающий психотип на анальной стадии. У него был какой-то стресс когда-то в детстве, в районе 3-2,5-3 года. Ваш супруг подавляющий. Он никогда не рассказывает, ему проще замолчать, не притемириться, вся эта история. Поэтому он тогда с вами расстался и вас предал, потому что у него были проблемы. Он был не уверен в себе, что с ними справится, с финансовыми трудностями. Поэтому он расстался, принял это решение. У него вообще проблемы с самооценкой, уверенностью в себе. Он подавляющий такой психотип, то есть он застрял. Ему проще подавлять, не рассказывать, не делиться, переживать в себе и так далее. Поэтому он трудно идет там на контакт. Первое время для вида он это поделал. Поэтому он, понимаете, я так скажу, он тоже понимает прекрасно, что у вас в отношениях неладно. Он тоже, скажем так, чувствует какие-то проблемы. Признать этого не может и сказать. Это будет его тоже минус поражение, что я не так вступил в брак, не с тем человеком и так далее. В общем-то, большая ответственность это все признать. Но он этого все говорить не может. Он не умеет общаться. Он подавляет, закрывается в себе и так далее. Вообще неболтливый, скажем так, который может эмоционально все высказать. Так вот, поэтому он не хочет сейчас детей. Потому что он знает, что счастьем это не увенчается. У вас уже сейчас претензии, проблемы. Поэтому он вам не может сказать открыто, давай расстанемся, мне все не нравится. Он вам показывает это своими действиями, придирками, тра-та-та-та-та-та-та. И видите, почему у меня такое мнение? Потому что изначально все было хорошо. Мы сошлись по его инициативе, все было хорошо. Он пожил и понял, что это уже, ну скажем так, свечка догорела. Уже не то, как было раньше. Обратно он не может сказать, он уже взял, пригласил к себе заднюю дать некрасивую ответственность за это и так далее. И он тоже, ну он не мог уже, скажем так, ему было страшно, может быть стыдно и ответственность расставаться с вами во второй раз. Обратно себе эту ответственность, правильно? И он этого не мог признать, и поэтому его действия подавляющие, не может об этом говорить, признавать. И он начал вам показывать бессознательно, не особенно своими действиями идти, ты не туда поставил. Все, к вам начались претензии. Он выгнал меня из дома. Он мне открыто пошла вон, по сути. Я тебя выгоняю в своей жизни. Проблемка здесь, после таких действий у вас. Вы живете какой-то странной установкой, больной установкой. Один раз выхожу замуж на всю жизнь. Это либо пример родителей, либо слова родителей, либо психотравма за этим, конечно же, скорее всего. Стоит из-за какой-то травмы вы приняли такое решение, либо вы приняли такую форму мысли, или это какой-то стереотип семьи идет, чему вас научали родители. В общем, это не просто так. У вас такая мысль в голове. Она такая сильная, что даже свои испорченные отношения с супругом, которые вас выставляют из дома, натягиваете, придержитесь за них, чтобы не расставаться. Поэтому у вас какой-то нехороший пример однозначно есть. Травмирующий. И в этой травме вы до сих пор существуете. Поэтому за это так все держитесь. Травму отпустите, мужу даже не нужен станет. Вы на него другими глазами посмотрите. Так вот. Мне нужен один на всю жизнь. Поэтому я начала сам... Мне вот еще второй пункт. Вам страшно расставаться. Боль от расставания, одиночество. Именно процесса боли, расставания. Тоже это к этой травме, это все оттуда идет, ее последствия. Поэтому вам так страшно расстаться. Условно у разбитого корыта. Сам процесс расставания, боли, отсоединения человека. Возможно у вас синдром покинутого ребенка, разрыв был с родителями. Или одиночество между вами и родителями. Или они вас не замечали, вами не занимались. Так вот, настолько, короче, все это больно и плохо вам, что вы готовы держаться за него, абы не бьет. Домой, из дома выставил. Ну уж я вот... Вы понимаете, что вы сейчас делаете? Вы разрушаете свою жизнь. За что вы держитесь? За человека? Я, конечно, ни ванга со свечкой не стою. Но скорее всего, который вас не любит. Просто не может об этом признаться. И вы за него держитесь, потому что вам просто не он нужен. А само ощущение, что я с кем-то, я не одна. И вы сейчас говорите, я хочу ребенка. Я хочу укрепить свои позиции. Он не хочет. Вы кому рожать будете? Тому, кто не хочет. Он об этом говорит, вы там об этом в письме пишите. И от того, что вы родите его, и рядом с ним будет находиться 9 месяцев беременности, я не думаю, что он станет счастливым папой, который будет говорить, что я люблю ребенка, я так его захотел, как только ты родила. Да нет. К вам претензий будет еще больше. Он, наоборот, пытается от вас отдалиться, расстаться, но не может это сказать. А вы его, наоборот, к себе притягиваете ребенком этой связью. А у него еще больше сопротивления пойдет. Ребенку он, может, будет любить. К вам негатива в этот момент пойдет еще больше. Если он вообще вам не скажет, зачем ты забеременел, и не делай аборт. Казалось бы, супруг, мы уже 5 с лишним лет вместе. Может быть такой даже вариант развития. Вам это будет очень больно и предательство. В общем, вы уже будете и в положении вас. Возможно, вы расстанетесь во время беременности. И вообще даже не мужу будете рожать сами себе. Об этом подумайте. Я бы вообще, вот вопрос детей, раз вы просите совета, не время вообще. Разберитесь в своих желаниях, в своем жизненном сценарии, а потом рожайте. 31 год, это не фатально уже и конец. Медицин он не стоит на месте. Не переживайте. У вас еще там лет 5 есть в запасе. Можно будет родить там лет до 40. Я к тому, что вам надо разбираться с собой. В чем, в ком проблема? Мне кажется, я наглядно уже рассказала. Вы все понимаете. Вы не можете с ним расстаться в силу своих травм с детства. Образа мужчины, семьи, мужа и боли от расставания. Это вас только и держит. Чувств, эмоции между вами уже нет в той любви, которая была раньше. И честно скажу, почему вы согласились после предательства подавить предательство? Потому что он был у вас первым. И честно скажу, дело не только в деньгах. Не все так шоколадно с ним было. И у вас какие-то были проблемы в отношениях. Вы расставались не только из-за его финансовой какой-то несостоятельности. Вы бы уже тогда были готовы быть с ним навсегда. Так как вы даже сказали, я так на нем тогда зависла, что другие мальчики, я с ними общалась, были долгие отношения, но так не цепляли. У меня не было какой-то там супервлюбленности, за которую я уже не вышла к его возвращению замуж и так далее. Так что это тоже, эта история довольно-таки давная. Вы правильно написали, что эта история 10 лет. Она не прерывалась, она не прерывалась по сути, в этом могут быть проблемки у вас в отношениях. Дальше, точнее, лучше не, скорее всего, не будет становиться. Вам человек уже говорит, я не хочу детей, а вы уже думаете, я хочу от него родить. Разбираться с кому, с кем, не взялись в чужую голову. Вы, если хотите мужа своего переделать, чтобы он стал любимым, приветливым, как раньше теплым, когда мы там встречались давным-давно, не будет этого уже. Вот вы имеете то, что имеете. Вам либо может такого принять и успокоиться, отстать от него, либо менять себя. Поэтому я вам советую менять себя и не менять, подстраиваться под эти отношения с ним. А вообще для начала понять, чего я хочу и кого, потому что он уже под ваши хотелки, желания партнера не подходит уже. Он вам уже, вот уже с ним расходятся корабли в разные гавани. Девочки, напишите в комментариях, что вы посоветуете, какие действия предпринять. Я рассказала, что происходит. Я надеюсь, для вас это будет полезным. Никогда не поздно стать счастливой, взяться, скажем так, за ум, за свою жизнь. Не бойтесь перемен. Проработайте, пожалуйста, с психологом вот эти причины, которые вы зациклили, сдержат вас. Отпустите вы это уже и станьте счастливы. У вас есть еще время, есть возможность найти человека, с которым вы будете не из-за какой-то потребности вместе, не из чувства, чтобы не быть одной или чувства страха расставания, процесса этого, а просто, что вас принимать будут. Не будут вам говорить, не туда ты хлеб поставила, не так ты сделала, не так ты на работе задержалась. Ему всегда теперь будет все не так, потому что он априори не хочет этих отношений, он находит причины и так далее. В общем, если вам нужна моя консультация как психолога, кто смотрит это видео, напишите мне на почту. Почта всегда в инфобоксе, под видео. Напишите тему письма-консультация. Если хотите так же, как автор, прислать свое письмо для разбора на канале видео-ответа, напишите в теме письма «История от анонима». Спасибо всем за внимание, очень жду ваших комментариев. Всем пока! Пока!